Молдова готовится к возможному отключению от российского газа. Власти рассматривают отказ «Газпрома» продлить срок проведения аудита долга «Молдова-Газ» после 1 октября. Однако министр инфраструктуры Андрей Спыну уверяет, что зимой мы не замерзнем. По его словам, власти закупают мазут, запасаются голубым топливом, увеличивают госрезервы угля и реализуют программу обеспечения граждан дровами. Продолжение следует... ...провести международный аудит исторической задолженности «Молдова-Газ» перед «Газпромом» к середине лета. Это предельный срок для подписания соглашения с российским концерном о погашении долгов. Однако этот срок молдавские власти не соблюли, а это значит, что «Газпром» может в любой момент ограничить или прекратить поставки природного газа. Сегодня же власти Молдовы в лице Андрея Спыну и глава офиса Европейского инвестиционного банка в нашей стране подписали соглашение о гранте на сумму 15 миллионов евро для повышения энергоэффективности нескольких медицинских учреждений. Здесь уверены, что с поступлением денег объекты социальной инфраструктуры, которые отберут в рамках проекта, получат улучшенную теплоизоляцию, современные системы освещения и эффективные системы отопления и охлаждения с меньшим потреблением и большей производительностью. В Молдове 60% конечного потребления энергии возвращается зданием. Это существенный объем. Мы все знаем, что у большинства зданий, в частности построенных в советский период, была слабая энергоэффективность. Энергоэффективность является ключевым элементом для Молдовы, который повысил энергетическую независимость страны и помогает сократить выбросы потребления и так далее. Общая стоимость проекта составляет 94 миллиона евро. Он софинансируется за счет кредита в размере 30 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка и кредита в размере 30 миллионов евро от Евробанка реконструкции и развития. Вклад правительства составляет 18,5 миллионов евро. Европейский Союз завершает проект грантом в размере 15 миллионов евро от инвестиционной платформы «Соседствие полмиллиона евро» и Страстового фонда технической помощи Восточного партнерства. «Сосед Godzilla» Грешат